МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. В студии работает сама Цикенов, сурдоперевод Джангуль Жунисовой. И сегодня в выпуске вы увидите. В семье назначен новый Аким. Сегодня глава региона Даниил Ахметов представил депутатам и общественности города Бакаджана Баяхметова. По программе «Одноэтажный Восток» в этом году 58 многодетных семей справят новоселье. На данный момент строительство нового жилья идет полным ходом. Тяжело в учении и легко в бою. Курсанты военно-инженерного института радиоэлектроники и связи прошли военную стажировку в войсковых частях регионального командования «Восток». Сегодня назначен новый Аким Семея. Им стал бывший зам Акима области Бакаджан Баяхметов. Как стало известно, занимавший ранее пост градоначальника Нурмбет Сактаганов ушел с должности по состоянию здоровья. Подробности у наших корреспондентов. Сегодня назначили нового Акима Семея. По согласованию с администрацией президента и распоряжением Акима Восточно-Казахстанской области Даниила Ахметова на должность Акима города Семей назначен Баяхметов Бахчан Кокенкаджиевич. Занимавший этот пост на протяжении полугода Нурмбет Сактаганов ушел с должности по состоянию здоровья. Сейчас он нуждается в длительном лечении, сказал Аким области. Кандидатуру Бахчана Баяхметова единогласно поддержали депутаты городского маслехата. Активу города нового градоначальника представил глава региона Даниил Ахметов. Сегодня представляю Бахчан Кокенкаджиевича. 13 лет работал в сетевом хозяйстве. Знает производство, для меня это очень важно. Я такого серьезного кандидата вам представил. Утвердил его. Считаю, что справится с сегодняшней ситуацией в целом. Бахчан Баяхметов родился 29 августа 1970 года в городе Аягос, бывшей Семипалатинской области. Имеет два высших образования по специальностям инженер-электрик и экономист. Трудовую деятельность начал в 1992 году с должности инженера в Аягосском районе. В сфере электроэнергии проработал до 2005 года. С того периода вступил на госслужбу. В разные годы занимал должность Акима города Аягос, Уланского и Аягусского районов. Был начальником управления, главным экспертом в Министерстве культуры и информации Республики Казахстан. С апреля 2019 года был назначен заместителем Акима Восточно-Казахстанской области. Бахчан Баяхметов в свою очередь отметил, что постарается оправдать возложенные надежды на новом посту. Хочу заверить вас в том, что мы вместе с депутатским корпусом, с активом города будем сплоченно работать и выполнять задачи, которые стоят перед нами соответствующими программами. Во время совещания Акима области дал ряд поручений по повышению социально-экономического положения города. Отметил, что вопрос ремонта городских котельных и тепловых сетей находится под личным надзором нового градоначальника. Также было сказано о том, что необходимо продолжать работу по борьбе с коронавирусной инфекцией и разработать проект парка на острове Бейпчелек. Бахт Кульказяс, Ельжан Макзумов, телеканал Семей. К внутригородским пассажирским перевозкам Семея привлекаются дополнительные автобусы. Об этом сообщил заместитель Акима города Дмитрий Гариков. По его словам, в сегодняшний день Акимат принимает меры, чтобы не допустить транспортного коллапса. В частности, привлекается подвижной состав частной компании из Усть-Каменогорска. Более того, рассматривается вопрос об установке GPS-навигации на автобусах, которые сейчас не отображаются в приложении Инфобас. Сейчас перевозку пассажиров в городе осуществляют Товарищество с ограниченной ответственностью «Таксомоторный парк» и Товарищество «Семь автопарк», с которым Акимат заключил до объявления нового конкурса договор для обслуживания маршрутов, принадлежащих компании «Семи баз». По информации зам Акима города Дмитрия Гарикова, таким образом, на 23 маршрутах «Зеленого автопарка» сейчас курсируют 65 автобусов, 7 автопарка. В основном это автобусы большого класса, напротив автобусов малого и среднего класса, которые на сегодняшний день находятся в владении компании ТО «Семей баз». Поэтому где-то пассажиропоток на сегодняшний день на 70-80% перекрывается. Конечно, этого мало для качественного обслуживания перевозки пассажиров до 100% охвата, но мы стараемся сделать на сегодняшний день все возможное, привлекаем транспорт с города Ускаменогорска, частной компанией. Также, как сообщил зам Акима, «Семавтопарку» поручено установить на своих автобусах GPS-навигацию, чтобы горожане могли видеть передвижение автобусов в приложении «Инфобас». Что же касается валидаторов и транспортных карточек, то Дмитрий Гариков не исключил, что для их обслуживания в будущем будет привлечена новая компания, услуги которой, как показывает опыт Ускаменогорска, обходятся дешевле нынешней обслуживающей организации «Смарт-концепт». Судьба действующих же транспортных карточек населения пока неизвестна. Управлением транспорта данный вопрос рассмотрен, подготовлена служебная записка на сегодняшний день. Мы думаем, что те карточки, которые на сегодняшний день на руках у людей остались, они смогут… У нас же есть еще маршруты, которые обслуживаются, например, на сегодняшний день таксомоторным парком. Значит, там будут те карточки, которые там используются людьми, они будут либо до конца, их лимиты будут исчерпаны, люди смогут полностью израсходовать их. И потом, видимо, будет уже, либо их будут перепрограммировать тогда уже на новую компанию, ну или, возможно, будут выпущены новые карты для новой компании, которая будет. Напомним, 18 июня вынесено положительное решение суда по иску Фонда развития промышленности об изъятии зеленых автобусов у автопарка «Семибас». В течение месяца перевозчик может его обжаловать. Судебное же рассмотрение исковых требований компании «Семибас» к Акимату города и отделу пассажирского транспорта и автомобильных дорог, которое должно было состояться 25 и 26 июня, теперь переносится на начало сентября, когда будет решен вопрос по иску Фонда развития промышленности. Саулеева Игалиева, Ельжан Макзумов, Телеканал «Семей». Аким Восточно-Казахстанской области Даниил Ахметов поздравил журналистов с профессиональным праздником. 28 июня в Казахстане отмечается День работников средств массовой информации. Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником. Ваша профессия – одна из самых значимых и востребованных в современном мире. Сегодня, благодаря развитию высоких технологий, любая информация распространяется в обществе в считанные секунды. Поэтому именно от вашего профессионализма и оперативности зависят полнота, объективность и достоверность происходящего в регионе. Журналисты Восточно-Казахстанской области – это талантливые люди, благодаря которым граждане ежедневно получают актуальную, интересную информацию по самым разным вопросам. В этот праздничный день желаю работникам медиа постоянного творческого поиска, вдохновения, а также успешной реализации новых идей и проектов. Убежден, что и впредь вашими спутниками на профессиональной стезе останутся честность, принципиальность и высокое чувство гражданской ответственности. Мира вам, крепкого здоровья и семейного благополучия. Говорится в поздравлении. На территории бывшего мясокомбината города Аягос строится новый микрорайон. В рамках программы «Одноэтажный Восток», инициированной Акимом области, здесь возводятся двухквартирные дома для многодетных семей. В этом году 29 таких домов будут сданы в эксплуатацию и 58 семей справят новоселье. В Аягосе полным ходом идет строительство жилья. В рамках программы «Одноэтажный Восток» в районном центре ведется работа по обеспечению жильем многодетных семей. В прошлом году было построено 10 двухквартирных домов. В этом году планируется построить еще 29. Стены 20 объектов уже возведены. На 12 домах уже перекрыта кровля. Ожидается, что строительные работы завершатся к сентябрю. После этого жилье будет сдано в эксплуатацию. Сейчас вот готовим проект. Прокладывается дорога и электричество. Разрабатывается проект на создание парка и строительство в трех местах новых детских площадок. В этом году проект будет полностью реализован. В этом же районе после строительства домов для многодетных матерей стартовал проект по возведению школы на 600 мест. Акимом области дано соответствующее поручение. По этой школе проект разрабатывает управление строительства. Также в Айагозе по ипотечной программе будет построено 50 жилых домов общей площадью 80 квадратных метров. По словам представителей местного Акимата, в этих домах предусмотрены все условия для комфортного проживания. Жители будут полностью обеспечены соответствующими коммуникациями. Положительно решается вопрос водо- и электроснабжения данного микрорайона. Отметим, что дома для многодетных семей возводятся за счет частных инвесторов. Строительными работами занимается 10 подрядных организаций. Строительство идет полным ходом. Со стороны области мы обеспечены всеми необходимыми материалами. Поставляют из городов семей и Аусь-Каменогорск. На сегодняшний день здесь работают 30-40 человек. До 1 сентября мы планируем завершить строительство домов для многодетных семей. Строительство нового жилья не только придает новый импульс развитию районного центра, но и способствует занятости местного населения. 90% граждан, задействованных в строительстве, это жители Айагоза. Здесь построят 10 домов. Материалов хватает. Думаю, что все ребята справятся со своими обязательствами к назначенному сроку. Все идет хорошо. Рабочие довольны. Все вопросы связаны с деньгами и с материалами. Все решается вовремя. Программа «Одноэтажный Восток», инициированная Акимом области, будет продолжена и в дальнейшем. В следующем году в городе Айагоз планируется построить 39 двухквартирных домов. Сама Цитенов, Бердебек, Кармбай, Эльмира, Журсумбек, КЗ Айдо, Сайт Калиев, Телеканал Семей. После реконструкции взлетно-посадочной полосы, аэропорт Урджара сможет принимать самолеты средней дальности, в том числе из ближнего зарубежья, сообщили на сайте Акимата Восточно-Казахстанской области. Об этом в ходе совещания по вопросам развития туризма Восточно-Казахстанской области рассказал глава региона Даниал Ахметов. Жемчужина нашей области – озеро Алаколь. Здесь уже проведены работы по очистке дна. Дежурят спасатели и полицейские. В этом сезоне на уникальном озере работают 163 отеля и базы отдыха, 94 из них в системе АШИК. Из 900 сотрудников 80% уже получили прививку от коронавируса. Как и в прошлом году, мы хотим сделать Алаколь зоной свободной от COVID-19. Хочу напомнить, что в 2020-м на побережье не было зафиксировано ни одного случая заражения, отметил Даниал Ахметов. Также он сообщил, что с 17 июня до Алаколя из Алматы, Нурслутана, а также городов Семей и Усть-Каменогорск запущены дополнительные поезда, при этом количество вагонов увеличилось до 61. Также вдвое увеличено количество автобусов. Что касается аэропорта, то после реконструкции длина его взлетно-посадочной полосы составит более 2 километров. Таким образом, Урджар сможет принимать даже большие самолеты типа Эмбрарер. Накануне в городе Нурслутан состоялась церемония награждения победителей национальной премии «Уркер-2021». На конкурс, который проводится 5 лет подряд, в этом году поступило более 300 заявок. Лучшие были награждены в 12 номинациях в числе победителей и издательство с более чем 100-летней историей газета «Семей Таны». Национальная премия «Уркер» проводится уже в пятый раз. Ее главная цель – выявление лучших представителей в области печати, радио, интернета и фото-журналистики. В этом году премия «Уркер» присуждалась не в 11, как обычно, а в 12 номинациях. К 30-летию независимости к ней была добавлена номинация «Лучший материал, посвященный независимости». В этой номинации победителем признана газета «Семей Таны». 30-летие независимости – это большое событие, знаменательная дата. С начала года мы посвящаем свои материалы 30-летию нашей страны. В каждом номере – страница за страницей. Мы даже выпускали свои специальные номера, поэтому у нас была уверенность в том, что мы будем среди призеров этого конкурса. Когда стали известны результаты, мы все обрадовались. В этом году на национальную премию поступило более 340 заявок. Из них были отобраны 44 кандидата. Затем были определены самые лучшие. Как отметила Риза Молдашева, данная премия стала одним из ярких достижений редакции газеты «Семей Таны», история которой берет начало с 1917 года. Быть призером национального конкурса для нас большая честь. Это вдохновляет нас на дальнейшее творчество. Издание «Семей Таны» основано во времена движения «Алаш». Это голос лидеров движения «Алаш», мечтавших о независимости родной страны. Поэтому считаю закономерным, что в год 30-летия независимости страны мы участвовали и победили в этом конкурсе. Газета «Семей Таны» и ранее принимала участие в ряде конкурсов. В частности, Нурсунгкар, премия имени Толмачева и в других. Также стоит отметить, что в конкурсе, недавно объявленном Назарбаев интеллектуальными школами, редакция газеты «Семей Таны» также признана лучшим печатным изданием. К другим темам в «Семей» открылся автосалон «Лада». Надо отметить, что дилерская сеть «Лада» имеется уже в 14 городах Казахстана, где уже начали действовать 16 автосалонов. В автосалоне города «Семей» представлен весь модельный ряд «Лада» разных комплектаций и цветов. Кроме того, приобрести авто по программе «Трейд-Ин» можно, обменяв свой автомобиль на новый. Марка автомобилей «Лада» уже зарекомендовала себя на казахстанском рынке как самый доступный и безопасный автомобиль, который можно приобрести по довольно выгодной цене прямо из салона. И стартовая модель этой марки «Лада Гранта» обойдется жителям «Семея» всего за 3 миллиона 970 тысяч тенге. В дилерских центрах «Лада» представлена широкая линейка моделей «Лада» от комфортных и доступных седанов до классических внедорожных «Лада Нива». Информация о модельном ряде, видах комплектации и цены размещены на сайте ladakazachstan.kz. Так, например, в модельном ряде присутствуют новые «Лада Ларгус» и «Нива Тревел». На весь модельный ряд предлагается «Трейд-Ин» поддержка до 200 тысяч тенге к стоимости вашего авто в обмен на новый «Лада» и специальные предложения в кредит от банков-партнеров. Вся линейка новых автомобилей «Лада», а также автомобили с пробегом и гарантиями предоставлена на уникальном сайте astr.kz, где можно, не выходя из дома, рассмотреть салон и кузов авто в режиме 360 градусов и увидеть прозрачную информацию о техническом состоянии по итогам диагностики. Для желающих продать свой автомобиль на сайте достаточно указать марку, модель, год выпуска, пробег и узнать предварительную стоимость всего за 30 секунд. Все эти условия были созданы компанией, чтобы обезопасить покупателей и сотрудников в период пандемии и сэкономить время на поиски подходящего авто. На сегодняшний день уже начал действовать 16 автосалонов «Лада» в 14 городах Казахстана. Семей не стал исключением, ведь здесь марка автомобилей «Лада» также пользуется высоким спросом. В автосалоне представлен весь модельный ряд «Лада» разных комплектаций и цветов. У нас также есть сервисное гарантийное обслуживание, есть удобные кредитные условия. И любой желающий может приобрести автомобиль по программе «Трейд-ин», обменяв свой автомобиль на новый, быстрые сроки и в комфортных условиях. Ответим, что на интернет-ресурсе astr.kz автомобили доступны как от автосупермаркета «Астер», так и от частных продавцов и насчитывают уже более 19 тысяч автомобилей. Мобильное приложение уже доступно для скачивания в App Store и Google Play. А сам автосалон «Лада» расположен по адресу город Семей, улица Щерса, 170. Саулия Байгалиева, Бердаби Харумбай, Ельжан Макзумов, телеканал Семей. На базе войсковой части 31767Б семейского гарнизона прошли стажировку курсанты Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи. С 25 мая по 22 июня будущие офицеры казахстанской армии закрепили теоретические знания, полученные за период обучения и приобрели необходимые навыки по применению военной техники и вооружения, а также работы с личным составом. Подробности в следующем видеосюжете. На период стажировки курсанты Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи полностью окунулись в нелегкие будни войсковой части 31767Б отдельного радиолокационного батальона войск противовоздушной обороны. Ежедневный распорядок дня включал в себя физическую подготовку будущих офицеров, строевые занятия, а также практические курсы по закреплению имеющихся теоретических знаний. То есть здесь они должны были показать все, чему научились в Военно-инженерном институте за годы обучения. При этом им давалась возможность не только делать необходимые вычисления, определять координаты цели и работать с картами, но и применить эти знания на практике. 2-й, 15-й, обнаружен новый возбужденный объект, 185-й, 320. Доклад прием 15-й, вести безправильную проводку, дискретность, вывести информацию, 1 минута, так прием 15-й. Принял. С момента создания казахстанские вооруженные силы постоянно модернизируются и повышают уровень боевой подготовки. Особую роль в этом играет офицерский состав, обладающий необходимыми теоретическими знаниями и практическими навыками. По словам командира войсковой части 31767-Б, курсанты Военно-инженерного института, в период прохождения стажировки на разных должностях успешно справились со всеми поставленными задачами и продемонстрировали хорошую теоретическую и практическую подготовку. На должностях начальника радиолокационных станций, начальника отделения связи, начальника отделения автоматизированной системы управления, которые активно участвовали на тактиках строевых занятиях в начале летнего учебного периода. Могу с уверенностью сказать, что за время прохождения войсковой стажировки они получили колоссальный опыт работы на вооружении, военной технике, а также работы с личным составом и совершенствовали свои умения и навыки. Сами курсанты рады, что их стажировка прошла непосредственно в войсковой части противовоздушной обороны, где они приобрели необходимые навыки для дальнейшей офицерской службы. Я прохожу практическое обучение войсковой части 31767Б, полученное в институте знания, мы сейчас применяем на практике. На данный момент я выполняю обязанности начальника радиолокационной станции. Во время военной стажировки за курсантами были закреплены наставники, которые оказывали им необходимую помощь и контролировали ход практических занятий. По словам командования войсковой части, полученный курсантами опыт станет для них отличным фундаментом для дальнейшей службы в рядах казахстанских вооруженных сил. Самат Секенов, телеканал «Семей». На этом наш выпуск завершен, а наши новости вы также можете увидеть на сайте семей.тв.кз. Всего доброго, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok